обжариваем 1 средний лук на маленьком кусочке масла масло можно заменить на подсолнечное кто обычно использует постоянно подсолнечное можно подсолнечным обжарить и так обжариваем его вместе вместе с морковкой здесь у меня две средние морковки все это обжариваем до слегка золотистого цвета сильно пережаривать не надо все морковка с луком обжарились теперь в этой же сковородке обжариваем печенье у меня где-то 400 грамм куриной печени его надо посолить поперчить добавлю сюда куркумы капельку все это перемешиваем и обжариваем добавляем столько чтобы у нас обжарилось как в первом варианте лук с морковкой также и здесь куриной печень готовится очень быстро варить ее предварительно не нужно сейчас я ее накрою крышкой потому что когда выпарится жидкость она начнет взрываться теперь пропускаем через мясорубку все это через мелкую решетку варить ее и варить ее и и и и и и и и rained и и варить дальше сюда добавляем немножко молока молоко я вскипятила если будете кушать течение двух дней в принципе можно и сырое молоко но если хотите чтобы сохранилось хотя бы пять дней то лучше кипятить молоко. Можно заменить сливками. В идеале сливки, но если нет, то лучше. Ну, можно молоко. Дальше есть два варианта. Можно сделать рулетик внутри масла, поставить в холодильник, завернуть в пленку. Но это долгая история. Не у всех есть время это делать и терпение. Поэтому я делаю легкий вариант, потому что не гостям, а своим домашним. И поэтому я масло добавляю сразу внутрь. Значит, вот так вот. Где-то 100 грамм масла. Если завернуть в рулет, то масло уходит намного больше, поверьте. Дальше измельчаем все это погружным блендером. Нам нужно кашеобразное состояние, чтобы было. Еще молоко. Молоко у меня где-то 80 миллилитров. добавлю чуточку соли. Проверяйте соль на вкус. Проверяйте соль на вкус. Хорошенечко измельчаем нужным блендером. Вот, посмотрите, какой он нежный. Как крем. И очень вкусно. Наполняем всю эту баночку. Сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На куриной печени где-то 400-450 грамм Можно в любую формочку положить сверху кусочками масла И опять сверху печени получится как бы тоже застынет и будет форма такая Вот это идеальный вариант быстрого приготовления вкусного паштета Реально очень вкусный и очень быстро это все делается Обжарили лук с морковкой, обжарили печень куриную Все пропустили через мясорубку Дальше блендером я добавила где-то 150 грамм масла внутрь Масло мягкое Вот и еще 80 миллилитров молока прокипяченного Все это перемешиваем погружным блендером до состояния такой, чтобы гладкое было Если у вас все-таки вы хотите совсем, чтобы гладкое было То есть мне вот это вот нормально по гладкости Если вы хотите, чтобы она была совсем гладкая, можете пропустить через сито Но эта процедура как бы долгая, поэтому для нас это нормально Покажу вам, вот когда завтра она побыдет в холодильнике весь вечер Хотя бы он должен где-то вот часа 4 точно пробыть в холодильнике Вот, завтра покажу вам, когда он останется Сейчас кажется, что он жидкий Вот эта вот желтая часть, это морковка, куркума Это не везде масло, то есть вам покажется, что это жир Нет, это вот цвет куркумы и морковки Вот, когда застынет, покажу, как он мажется на хлеб Пока что он жидкий Итак, настало утро Посмотрите, как он окреп Уже не мягкая такая жижа Мажем на хлеб, вот как он мажется Мажем на хлеб, вот как он мажется Мажем на хлеб, вот как он мажется Вот такая вот красота получается Нежнейший паштет Мажется легко, мягко и на вкус очень вкусно Вот такая баночка у нас на троих где-то максимум 2 дня протянет Больше нет, потому что она очень вкусная Это я еще сюда только намазала Вообще мы мажем толсто очень Можно в жидком виде наполнить любые формочки И покрыть пищевой пленкой Если у вас гости Она подмерзнет так в формочках Потом примет форму вот той формочки Вот тоже будет красиво Кому не для гостей, кому как мне домашним То можно просто в баночку наполнить И вот так вот очень вкусный завтрак получается Особенно вкусно именно поджаристым хлебом хрустящим И сладким чаем Попробуйте Ну а у меня все, надеюсь вам все понравилось Всем пока-пока